Донфермлин – исторический город королевства Фаев, Шотландия. Это древняя столица Шотландии и месторождение филантропа Эндрю Карнеги, некогда самого богатого человека в мире. В аббатстве Донфермлин был захоронен Роберт Брюс, в то время как парк Питтенкриф, местными называемая Гленн, одно из самых привлекательных парков в Шотландии. Как туда попасть на самолете? Самый близкий к Донфермлину аэропорт – Международный аэропорт Эдинбурга, расположенный на юге Ферд оф Форта, в 14 милях от Донфермлина. Аэропорт предлагает широкий спектр международных и внутренних рейсов в Европу и Северную Америку. На поезде Донфермлин обслуживают две железнодорожные станции. Донфермлин Таун, расположенная в центре города, и Донфермлин Куин Маргарет, место расположения которой на северо-востоке города, недалеко от больницы Куин Маргарет. На машине Донфермлин расположен неподалеку от автомагистрали М-90, пробегающая из Форт-Роуд-Бридж в Перд. Доступ к югу и центру через М-90 узел 2, а запад доступен через узел 3. На автобусе, в Эдинбурге, Глазго, Данди, Пёрте и в окружающих городах работают частые автобусные службы, здешняя автобусная станция была временно перемещена во время ремонтных работ в Эстпорт. Демонтаж старой автобусной станции разрешан в целях строительства расширения Кингсгейта. Что посмотреть, аббатство Донфермлин находится на западе центра города. Время его строительства – 11 столетие. В настоящий момент от него остались лишь руины, кроме сохранившегося впечатляющего нефа. Открыто ежедневно с 9 часов 30 минут утра до 5 часов 30 минут вечера с середины марта по конец сентября. В остальное время года открыто по пятницам и закрывается в 4 часа 30 минут вечера. Стоимость входа 3 евро и 70 центов. Примыкающая церковь открыта летом и вход в нее бесплатный. Самая первая в мире библиотека Корнеги Корнеги холл парк Питтенкриф музей месторождения Эндрю Корнеги чем заняться прогуляться по парку Питтенкриф. Этот парк был приобретен Эндрю Корнеги и отдан в качестве пожертвования жителям города. Там есть подписанные тропы различной длины. Парк содержит небольшой музей, сады и теплицы. В северо-восточной части парка находятся останки башни короля Малкольма. Эта башня отображена на городском гербе, а время ее существования датируется тысячным годом нашей эры. Поставщик чипсов также продает мешки с орехами которыми можно покормить белок. Передвигаться по городу центр города Денфермлин довольно хорошо оборудован всеми удобствами для покупателя 21 века. Пленеджорни это бесплатный, интегрированный планировщик поездок, который охватывает Денфермлин и включает большинство шотландских, североирландских и СК транспортных сетей. В него входят автобусы, железные дороги, метро, шотландские паромы и международные рейсы Соединенного Королевства. Он поможет спланировать поездку в и за пределы Денфермлина из любой точки Шотландии или Соединенного Королевства. За пределами Шотландии и Северной Ирландии информация по автобусам ограничена.